Спасибо. Да, мы вас слышим в эфире, говорите, пожалуйста. Вопрос к господину Панкратову. Раньше пенсионеры и пожилые люди сидели на льду, занимались рыбалкой. Почему это все закрыли? Спасибо. Вы знаете, это хороший вопрос, он очень серьезный вопрос, который необходимо обсуждать. Вообще, строго говоря, музей-заповедник не является природным заповедником, и, соответственно, мы не охраняем то, что находится в воде, ни рыб, ни животных. К зоне нашей ответственности они не относятся. Если вы обратили внимание, то в зимнее время рыболовы все-таки на озере есть в достаточном количестве. Моя позиция очень простая. Я считаю, что мы не должны запрещать рыбную ловлю, но мы не можем разрешать рыбную ловлю с берегов. Конечно, когда один человек с удочкой сидит, ничего страшного в парке не произойдет. И два человека с удочкой ничего страшного парку не сделают. Но что творилось раньше в парке, когда рыба шла, это все мы помним. Все берега были вытоптаны, озеро. Это было всегда, каждый год. Каждый год нам приходилось что-то делать с берегами. И вот только с началом каких-то запретов рыбной ловли с берега мы наконец получили более не менее приличные, не вытоптанные берега. Поэтому рыбу ловить можно, но как ее ловить не с берега, этого я не знаю. Запрещать ловить со льда, но в общем охрана особенно не запрещает. В этом году не было льда, но в прошлом году я специально ходил, рыболовы были и в достаточном количестве. Спортсмены уточняют, что массовые мероприятия...